Вы когда-нибудь задумывались, как живут люди в России под гнетом западных санкций? Представьте себе, группа немецких туристов решилась на поездку в далекую и загадочную Россию. Их цель – узнать правду о жизни обычных россиян в 2024 году. Они ожидают увидеть бедность, разруху и пустые магазины. Но реальность оказалась совсем другой. Иностранцы увидели крепость Собурову, но вы также можете в ней побывать. Немцы уверены, что их ждут голодные и отчаянные люди, набили свои чемоданы продуктами – хлеб, консервы, шоколад и все, что нужно для помощи бедным русским. Они думали, что окажутся героями, спасая народ от голода. Но как только они вступили на российскую землю, начали замечать что-то странное. Они видят продуктовые магазины с полными полками продуктов. Что-то явно не сходится с их ожиданиями. С каждым шагом по улице Орла немцы все больше удивляются. Вместо грязных и разрушенных дорог, которые они ожидали увидеть, перед ними простираются широкие улицы и красивые дома. Машины проезжают мимо, люди идут по делам. А что больше всего их поражает – это сам город, который явно не нуждается в их помощи. Россия, которую они видят, совсем не похожа на ту, которую им рассказывали дома, в Европе. Оказалось, мифы о России живут в их головах куда дольше, чем следовало. Немцы были уверены, что здесь до сих пор живут люди в темноте, что электричество – это роскошь. Но на каждом шагу фонари, светофоры, вывески магазинов – везде электричество. А по ночам город освещается так, как они не ожидали увидеть. Откуда взялись эти стереотипы? Неужели западные СМИ так сильно заблуждаются? Немцы подходят до памятника Ивана Грозному – единственному в России. Они задумываются, как можно жить в стране с такой богатой историей и культурой, и в то же время быть бедными и несчастными. Так конкретно им рассказывали в Европе по телевизору. Захваченное впечатлением от Орла, немцы решили отправиться в крепость Сабурову, чтобы увидеть, как жили русские в 1941 году. Они ожидали увидеть разруху, но их встречает ухоженное и величественное здание. Каждая стена, каждый кирпичик напоминает о великой истории, которая не потерялась, а стала частью современной России. Подходя ближе, немцы поражены. Крепость стоит абсолютно чистой, без охраны и в полном порядке. Это место далеко от городской суеты. Место оказывается настоящим пунктом тишины и покоя. Они не могут поверить своим глазам, как такое возможно в стране, которую считают бедной и разрушенной. Проходя по крепости, немцы удивляются. Почему здесь так мало туристов? Это место полно красоты и исторического величия. Это место должно было бы притягивать людей со всего мира. Но кажется, что россияне предпочитают наслаждаться этим местом сами, не превращая его в туристический аттракцион. В какой-то момент немцы начинают завидовать этой тишине и спокойствию, которой им не хватает на родине. В завершении своего путешествия немцы делают вывод. Россия – это страна контрастов и полных сюрпризов и сокровищ, которые остаются невидимыми для тех, кто судит их по чужим словам. Они возвращаются домой с новыми мыслями и, возможно, с новыми планами на будущее. А что думаете вы? Напишите в комментариях, как вы описываете Россию 24-го года. И, конечно, не забудьте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать новые захватывающие путешествия.